скажи пожалуйста а как ты понимаешь закон баланса закон баланса и вообще что это такое у меня знаешь сразу в голове фразы из спектакля который я играл джеки лыхает все в мире уравновешено добро и зло как отличить зло от добра да кстати очень хорошее произведение рекомендую почитать в каждом человеке есть абсолютно весь спектр различных качеств характеристика эмоций то есть в принципе каждый человек способен кого-то убить или сделать счастливым в нас все это заложено интегрировано вопрос что чему мы даем ход что мы купируем и что развиваем в себе так вот закон баланса это самый важный закон который если ты освоишь то в принципе ты становишься пули непробиваемым это такой твой крутой бронежилет на простом бытовом примере если вы хорошо погуляли на какой-то вечеринке выпили там не знаю закусили алкогольчика хорошо дали некоторые ну в частности например там наркоман или кто-то там таблеточки кедзаки ну зашибись хорошо так что происходит потом а потом надо отдавать кредит в виде похмелья ломки боли в мышцах и так далее чем больше вы потребляете некий такой стимулятор ярких эмоций тем больше вам придется отдать поэтому когда например в нашей жизни происходит какое-то радостное событие ему конечно отрадоваться но надо понимать если ты идешь к нему постепенно то ты шаг взял вперед один там два шага вперед один назад два шага вперед один назад это нормально потому что даже у самого успешно удачливого человека все равно есть какие-то дни как мы говорим там не стой ноги встал какие-то они неудачные и так далее но если у тебя резкий рывок наверх тебя это окрыляет вдохновляет и не знаю поражает а потом чем выше взлетаешь тем больнее падать все в мире сбалансировано поэтому но есть и плюс если вы находитесь на самом дне и все очень плохо если вы при этом работаете над собой то вот понимаете что падать дальше это некуда есть шанс всегда оттолкнуться ногами от самого дна и пойти наверх а еще закон баланс очень круто работает когда ты отдаешь и тебе обязательно сторица возвращается ну вопрос что такое сторица и кто как это понимает не просто так например есть в церкви да закон десятины когда ты зарабатываешь ты должен одну десятую часть отдавать причем вообще не важно кому церкви или помочь какому-то человеку или просто дать нищему или отправить детский дом ты должен просто отдать это закон баланса и вселенная всегда тебя отблагодарить за это а если ты от жизни берешь 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 и никогда ничего не отдаешь у тебя просто заберут чем-то ты заплатишь либо здоровьем либо отношениями будут какие-то проблемы либо деньгами по-разному поэтому люди которые жадничают воруют и не делятся к великому сожалению у них всегда есть в другом месте в другой сфере сильная отдача умные из них связывают одно событие с другим глупые не связывают и наступают на одни и те же грабли но к сожалению как говорится не все деньгами можно решить и даже здоровье да можно там оплатить дорогих врачей но мы сами знаем примеров море когда богатейшие люди планеты умирали от болезней и так далее можно прогнозировать эту ситуацию можно делать добро можно кому-то помочь и сделать это искренне обязательно искренне не смысле но я вот сейчас ему дам и типа давай вселенная мне побольше и побольше таблеток от жадности больше нет от чистого сердца искренне кремль отдать что-то искренне с чистым сердцем и обязательно понаблюдайте что будет происходить вам прилетит вам прилетит какой-то прекрасный сюрприз подарок события повышение контракт работа интересная встреча с очень любопытным человеком идея новость какая-то классная это очень круто работает поэтому друзья делайте добро чем больше вы будете делать добра искренне от сердца тем вы будете счастливее и вашу жизнь придет грамотный баланс точнее он всегда есть этот баланс просто если вы делаете плохо то вам летит плохо если вы будете делать хорошо вам будет прилетать хорошо поэтому имейте ввиду что все в мире уравновешено как в нетленном произведении джеки лхайд это правда будьте счастливы